Добрый вечер! После череды майских праздников программа «Диалог» снова в эфире. Вчера наша страна отмечала очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, годы проходят и тех людей, которые видели войну своими глазами, которые в ней участвовали, становятся все меньше и меньше. Например, недавно ушел из жизни Николай Андреевич Белов, ветеран Великой Отечественной войны, гость нашей прошлой программы, посвященной празднику 9 мая. Что ж, светлая память ему и всем остальным ветеранам войны, которые нас уже, к сожалению, покинули. Так уж получается, что Великая Отечественная, она же Вторая мировая, становится предметом обсуждения не столько с очевидцами, сколько с историками. Поэтому мы сегодня поговорим именно о военной истории нашего города, начиная от Средневековья и заканчивая Великой Отечественной войной. Постараемся узнать, как жил город во время немецкой оккупации и разобраться, кому в наше время все-таки выгодна переоценка исторических событий, в частности событий Второй мировой войны. Поможет нам разобраться в этом наш сегодняшний гость, историк, краевед, председатель Мозорского районного совета ветеранов, главный специалист отдела культуры Мозорского районного исполнительного комитета Александр Григорьевич Бобр. Я напомню, что можно задавать вопросы нашим гостям по телефону «Горячая линия», а также по электронной почте. Уважаемые зрители, если вас интересуют вопросы истории нашего города, или вы просто хотите поздравить мозорян, горожан с праздником, пожалуйста, звоните, пишите. Оставайтесь с нами. Александр Григорьевич Бобр, уроженец Мозоря, по образованию историк, окончил Белорусский государственный университет, работал преподавателем, возглавлял Мозорский кровеческий музей. На данный момент является главным специалистом отдела культуры, председатель районного совета ветеранов. Александр Григорьевич, добрый вечер. Добрый вечер, Валентин. Александр Григорьевич, чем вам запомнился этот вчерашний День Победы, День Победы этого года? Как вы отметили праздник? Вы знаете, день, наверное, соответствовал настроению мозорян. Великолепный, солнечный, теплый день. Официальная часть прошла на Кургане Славы. Собралось очень много людей, и что отрадно, молодых очень много. Повышенное внимание со стороны молодежи к ветеранам. Ну и, конечно же, праздник, праздник, который был продолжен уже в парке, названном в честь нашей Великой Победы. Песни, пляски и гречневая каша. Гречневая каша, да, сварена в походном котле, в солдатском походном котле. Вы знаете, у нас, жена у меня очень хорошо готовит. И традиционным блюдом к Новому году она всегда делает утку с гречкой и яблоками. Так вот, эта каша мне показалась не менее вкусной, чем эта утка. И я с удовольствием съел две порции. Калоритная такая интересная деталь. Но вот если возвращаться к более серьезным темам. Я знаю, что ваше детство пришлось на время войны, точнее, на послевоенное время. То есть, получается, вы наложили на него какой-то отпечаток? Да. И мне кажется, очень заметный. Дело в том, что я обязан своему имени, моему дяде, Александр Пашковский, 1926 года рождения. Он был призван в ряды Красной Армии уже после освобождения Мозыря. Недолго воевал и погиб. Погиб он в Венгрии возле озера Балатон в апреле 1945 года во время последнего наступления немецких войск. Получается, немножко до Берлина не дошел. Да. До победы не дошел. Обидно. Да, к сожалению. Ну и, во-вторых, сама атмосфера послевоенного Мозыря. Мне посчастливилось знать замечательных людей, фронтовиков. Это были мои соседи по улицам. Федор Косянчик, Иван Домов, Владимир Антонишин, Владимир Сосновец и многие другие. Да и среди моих родственников тоже были участники войны. Очень много. Полковник войска польского и полковник советской армии. Он в Мозыре был до конца жизни председателем Союза офицеров. Казимир Викентьев. Комодинский Станислав Францевич танкист. Отец мой, артиллерист, прошел войну от Брестской крепости, отступая 75-й дивизией, до Кенингсберга. Эти ребята не любили рассказывать о войне. Ну вот, например, собирались они часто. Они были настолько естественны. Вспоминали войну, но не любили о ней рассказывать. Между собой вели в основном разговоры. И просто я из детского любопытства, ну только братья и сестры мои, ну, грешным делом подслушивали эти разговоры. Вот. Это были настоящие. А как они пели? Обычно собирались на праздники 9 мая. Ну, традиционные фронтовые 100 грамм, может, немножко больше. Не без этого, наверное. Да, без всякого музыкального оборудования. Но эти песни шли от души. Песни до военной, песни фронтовых лет. Громко, весело, потому что уже обычно было тепло. И собирались на природе, что называется. В саду, в дворе там. И нужно сказать, что отношение к этим людям со стороны мазирян было тоже очень внимательное. Очень внимательное. Так что эта атмосфера, конечно, дала значимое в моем воспитании плоды. Вот. И я до сих пор все это помню и благодарен этим людям за то, что они меня так воспитали. Спасибо, Александр Игоревич, за то, что поделились своими воспоминаниями. Я бы хотел напомнить, что город Мозырь много пострадал не только во время Великой Отечественной войны. Было множество военных конфликтов, которые так или иначе проходили по нашей земле. Мозырь неоднократно разрушался. Поэтому мы подготовили небольшой экскурс в военную историю нашего города. Давайте посмотрим. Генеральное наступление началось. Шквал огня обрушился на врага. Война всегда была любимым занятием человечества. Сколько войн пережил один только наш город, не сосчитать. Начиная с княжеских медусобиц и татарских набегов. Татарские набеги были тяжким выпрабованием для насильництва, потому что за сюда отбывалось рабование их. Часка насильництва знищалась, вельми часто спаливались городы. Почас одного из таких набегов, например, в конце 15-го стаходя, в околе Мозыря был забит митрополит Макарый. Той самый митрополит, який присутствовал на веселье великая князя Александра с Аленой у Вильни. Для защиты города в 1482 году построен замок. Как и город, он разрушался и восстанавливался. Роковым в его судьбе стал 17-й век. Мозыряне выступили на стороне украинских казаков в их войне против Речи Посполитой. Оплотом восставших стал Мозырский замок. На подавление мятежа были брошены войска во главе с Янушем Радзивиллом. После недолгих переговоров он отдает приказ взять замок штурмом. Для того, чтобы взять Мозырский замок штурмом, нападавшим приходилось крабкаться по крепостному валу. А сделать это было очень и очень трудно, потому что повстанцы предварительно облили его водой. А на дворе стояла зима. Штурм замка продолжался целый день. Вечером 20 января 1648 года Мозырский замок пал. После кровавой расправы замок был сожжен, а город лишился символа своей воинской доблести. Народные волнения продолжались вплоть до присоединения Мозырщины к Российской империи. 19 век до нашего города был относительно спокойным, зато в начале 20-го Мозырянам скучать не пришлось. Это был вельми цикавый и суперечливый час, потому что тут инший раз отбывалась атака, подчас первой су-светной войны, кромодзянской, перед революцией инший раз бывало, когда у Мозыры одночасово могли присутничать и петлюровцы, и войски немецкие, черваноармейцы. Кого только не повидал наш город. Последними были дивизии атамана Булака-Балаховича. 20 ноября 1920 года они были выбиты из города Красной Армии. До следующей войны оставалось два десятилетия. Это программа «Диалог» в прямом эфире на телеканале Мозырь. Сегодня мы обсуждаем военную историю нашего города. В гостях у нас главный специалист отдела культуры Мозырского райисполкома, историк, краевед Александр Григорьевич Бобр. Воспользовавшись телефоном горячей линии или электронной почтой, можно задать вопрос по истории нашего города Александру Григорьевичу, ну или же просто поздравить горожан с прошедшим Днем Победы. Так что, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. Александр Григорьевич, самые ранние военные конфликты, которые происходили на Мозырской земле, к какому веку они относятся и с кем тогда воевали мозыряне? Дело в том, что возникновение города в середине, вернее, первое его упоминание в середине 15 века, это разгул княжеских усобий здесь. Но непосредственно Мозыре они не касались. Беда военная, настоящая беда, пришла в город в 1227 году. Татар-монголы. Один из отрядов татар-монголов, разведывательных отрядов, которые Субуда и Джабе оставили в Диком Поле, вот, по замерзшему Днепру и Припяти, зимой 1227 года, подошел к городу. И, заметив сигнальные дымы, мозыряне выступили навстречу новому, неизвестному врагу, хотя слух уже о этом страшном враге прошелся по земле нашей. Ну, кто? Ремесленники вчерашние. Ополчение, получается. Ополчение, да. Несколько профессиональных военных варягов, которые жили здесь в Мозыре, не могли решить исход дела. И вот в долине, которую до сих пор мы называем здесь Мозырьной, смертной, она расположена на восточной окраине, юго-восточной окраине города, Кочмаровщина, или Кошмаровщина, иначе ее называют. А слово Кошмар, получается? А слово Кошмар, да. Вот там и сошлись наши жители, далекие предки татарамангону, и проиграли эту первую битву. Город был разграблен. И татары ушли. То, что могли унести, ну, сколько, 200-300 там всадников было нагрузить на своих лошадей, они унесли из города. Но через 14 лет, уже после разгрома Киева, 6 декабря 1240 года, часть Орды Батыя, основная часть ушла в Венгрию, вот, под командованием Духанов, Каюна и Кайдана, уже по знакомой тропинке татарам, снова под Непонатоптанной, да, замерзшим, подошла к Мозелю. То есть, начать воевали в основном зимой, я вас правильно понял. Да, потому что здесь врагов практически в Мозея не было. Подойти через болота и леса по лесу к городу было очень трудно. Только река связывала и в мирное время население города с прилегающими районами. Торговый путь из Варя-Грек походил именно по Припяти, крупнейшему притоку Днепра. Вот. А в остальное время года они были практически непроходимы здесь. Поэтому именно зима сыграла роковую роль военной истории города в начальный его период. И вот эта песня записал Мозырь не существовал сто лет. Город практически уничтожен, да. Редкие археологические находки той поры подтверждают трагизм этих событий. Но город постепенно возродился. Возродился уже в 14 веке. Он снова начинает платить взносы в казну государственную. Но это случилось уже при Великом княжестве литовском. Приблизительно в 40-е годы 14 века при князе Альгерде. Великом князе Альгерде. Ну а потом с русскими воевали тогда литовцы. Как называется там московиты даже. Московиты, да. Потому что тогда не было России в нынешнем понимании? Насколько я помню, школьный курс истории. Нет. Тогда Россия уже была как термин такой. Он употреблялся. Но местные жители, да, называли их московитами русских. И вот особенно в этом отношении выделилось начало 16 века. Четыре войны. Одна за другой последовало. 1500 и 1503 год. 1506 и 1508 год. 1512 и 1522 год. 1034 и 1037 год. Третья московская рать под командованием воеводы Федора Овчины Аболенского подошла к Мозырю и окрестностей опустошила очень значительно в то время. Но кроме этого, кроме русских полков, здесь же были еще частыми гостями довольно и крымские татары. И набеги буквально следовали один за другим. То есть мы зря не постоянно жили какое-то напряжение не получилось. Да, конечно, 15 века. Начало 16 века. Вот о набеге, крупном очень набеге 1497 года уже упоминалось. Вот 1521 год, 1534 год. То есть Мозырщина очень терпела от этих военных действий. Именно поэтому здесь был построен замок. А вы не могли подробнее рассказать об этом замке? Потому что я, например, когда был помладше, я даже знать не знал, что в городе когда-то было такое достаточно значительное укрепление в свое время. Только тогда, когда уже замок стали восстанавливать, когда об этом пошли разговоры, многие с удивлением и зря не узнали. У нас когда-то замок был. Кому мы обязаны его появлением тогда, в Средневековье? Ну, город, который впервые появился на этих холмах, в частности, на горе Комунаров, вот, старое городище, татарами было уничтожено. Для них не представляло особых трудностей разгромить наш город. Тем не менее, бои здесь были упорные. На раскопе археологическом 2 на 2 метра площадью 4 квадратных, метра, мы нашли 6 наконечников стрел. То есть, это... Это бои, да, очень значимые. Очень густо, да. Татарские стрелы, русские стрелы, вот, они сейчас находятся в экспозиции нашего музея Крыльеведческого, все желающие могут их посмотреть. Но потом уже с переходом под власть великого князя Литовского, здесь начинается, строится укрепление более серьезное, парканного типа. Вот уже был восстановлен частокол, ров, вал был увеличен, мосты связали, значит, через ров были переброшены. И при Михаиле Гашном в конце 15 века, вот, говорится, даже в середине 15 века упоминается уже о Мозырском замке. Михаил Гашн, это, как говорят с языком, мэр. Старство. Они назначались великим князем Литовским. Это не выборное было должное до 1577 года, пока Мозыр не получил Магдебургского права. И вот уже этот первоначально, будем говорить, так замок, вот, что-то похожее сейчас у нас на горе находится. Именно той поры. А насколько соответствует нынешний замок тому прототипу историческому, который был тогда? Не в большой мере. Здесь он носит такой декоративный характер, этот замок. Потому что один к одному восстановить мы его просто не в состоянии были. И средств больших это требовало и времени, и следований. То есть, это очень большая работа. Поэтому мы пока, пока, я думаю, сделали этот замок. Ну, а под влиянием набега крымских татар 1542 года, когда был разрушен Киев, великий князь дал команду построить здесь, вот, в Мозере, замок. Вот тот настоящий замок, с которым пришлось столкнуться ради виллу. Сложенный из толстых дубовых бревен, несколько обхватов толщиной, высотой стены от 8 до 10 метров были, высокие башни, вооружение, артиллерии уже были, 10 больших пушек, 10 средних пушек, 50 гаковниц небольших. Ну, то есть, этот замок уже представлял собой определенную, да, да, это был монстр, военный монстр. Ну, и Мозереанам это, кстати, тоже было на руку, потому что торговля по Припяти продолжалась, и проплыть, не заплатив, дань, Мозереанам, под пушками. Замка было, да, поэтому Мозерь начал довольно быстро богатеть. История таможни здесь. Да, это все взаимосвязано, да, мыть не это было здесь уже. Очень интересно вас слушать, честно говоря, даже как-то отвлекся, но у нас вот появляются первые звонки телезрителей, это в основном поздравление. Руслан Аркадьевич поздравляет всех ветеранов с Днем Победы, и гостя тоже с праздником. Спасибо большое. И вам большое спасибо, Руслан Аркадьевич, наш постоянный телезритель. Хочу поздравить всех ветеранов, ведущего и гостя, Валентина Аркадьевна. Спасибо большое, Валентина Аркадьевна. Есть улица Бульвар, Страконицкий. Как правильно поставить ударение на И или на О? Сергей Владимирович интересуется. Вот интересный вопрос. Дело в том, что правильно городы называют Стракуница, но это на манер западный, это Чешская область. У нас принято не на предпоследовом слове делать ударение, а на удобном можно так сказать для нас Страконицкий. Страконицкий, получается, Страконец это город. Страконец это города, а бульвар назван в честь этого города побратима нашего Мозыря. У нас говорят бульвар Страконицкого. Нет, Страконицкий. Страконицкий. Это название города. Страконицы. Это хорошо, что вы прояснили этот вопрос. Выражаю большую признательность гостю за то, что поднимает вопрос истории, что пишет книги не только об известных людях, но и о простых жителях. Марина Евгеньевна. Спасибо, Марина Евгеньевна, что дозвонились нам. Какой город первый освободили в Беларуси, интересуется Руслан? Немножко вот мы забегаем вперед Руслан, но тем не менее если вопрос прозвучал. Город Камарин. 24 сентября 1943 года. До этого было село, спорно, Малая Липовка. То есть, это город Камарин? город Камарин, причем в нашей Полесской области. Вот мы с вами восточный город. Мы с вами говорим об истории нашего города, о том же Мозырском замке, который, к сожалению, был разрушен войсками Януши Радзивилла. Но тут возникает интересный вопрос. Горожане, получается, поддержали бунт. Это был бунт, мятеж, восстание, можно называть по-разному. А что, собственно говоря, их подвигло на такой достаточно отчаянный шаг? Ну, однозначно сказать бунт, я бы так не решился. Дело в том, что здесь очень много обстоятельств привели Мозырян в стан восставших. Это скорее было восстание. Дело в том, что, ну вот недавно был кинофильм исторический такой с Богданом Ступком, Ступком, и Тарас Бульба. Вот там об этом говорится довольно подробно. То есть, Богдан Хмельницкий возглавил восстание, там тоже были свои причины, на Украине. Но украинский и белорусский народ тогда действительно много терпели от усиления феодального гнета. И после заключения Люблинской унии, когда объединились два феодальных государства, Единую Речь Посполитую, Литва и Польша. Литва летописная, не нынешняя Польша? Да, конечно, конечно, не нынешняя. Это летописная Литва. Вот здесь поляки, польские феодалы, вот шляхта, несколько начали не соблюдать договор союзный этот. И покупали земли, покупали земли, приобретали земли на территории Литвы. Это запрещалось. Это запрещалось. Каждый держит в очину свою, как когда-то было сказано в съезде на Любичи. И вот эксплуатировали они здесь, конечно, нещаднее, чем своих. Ну, временно там, или в аренду не брали. Вот. И это усиление феодального гнета вызвало протест. Тем более, что у Мазырян были свои счеты еще из городской администрации, назначаемой центральной властью. В 1615 году было поднято восстание, потому что положение Магдебургского права не всегда соблюдались администрацией города. И это восстание длилось почти 7 лет. С перерывом до 1622 года. Вот было решено, но навряд ли оно решило все вопросы окончательно. Что-то осталось. И поэтому под воздействием всех этих факторов Мазыряне, ну, казаки пришли, значит, давайте попробуем новую жизнь. Вот. Они открыли казаковые ворота. В августе 1648 года отряд 2000-й казаков под командованием полковника Яна Соколовского прибыл в Мазырь. Потом он две недели здесь постоял, отдохнул, получил добровольцев, пропитание, ушел к Слуцку. Там завязал бои шляхты, а его сменил Атян Мехненко, который встретил Жар-Дивилла и который защищал вместе с Мазырянами город от больного князя. Ну, получается, Януш Радивилл, когда пришел, он разрушил город, причем город был разрушен в Аровске, если верить писаниям историков, это была кровопролитная битва. А вот с точки зрения все-таки юридической, был ли он прав? С одной стороны, понятно, феодальный гнет, люди не выдержали, но с другой, он же представлял, получается, официальную власть как-никак. Януш Радивилл был военный, до мозга костей, что называется. Вот. А время тогда было жестокое. Ведь, например, почему Мазыряне отказали Радивиллу, когда он прислал своего гонца с предложением о сдаче? Во-первых, стоял перед глазами Мазыряна пример, допустим, того же Турова. Если в Слуцке, допустим, или в других городах, там в Пинске, который защищался тоже казаками Антона Небабы, Радивилл взял и из-за сопротивления там вырезал чуть ли не все население вместе с казаками. В плен казаков не брали шляхты. Это были враги до мозга костей. Сразу под жестокими пытками они умирали, если были захвачены в плен казаки. А Туров? Туров не сопротивлялся. Радивилл тремя колоннами двинул сюда на восток к своему войску и в Турове тоже казаки были. Полторы тысячи жителей почти было и казаков. Но они не город не обороняли. То есть боев там не было. Они отошли сюда к Мозырю. Но ведь Радивилл и Туров же сжег законы военного влияния. Поэтому князю не поверили Мозыря. Они решили защищаться до конца. Лучше умирять. Лучше умирять сражаясь, чем жить на коленях. И вот произошла эта жестокая сеча. И Радивилл раздосадованно, потому что здесь очень большие потери. У него же планы были выйти за Мозырем и повернуть на юг, окружить Киев, Богдана Хмелицкого и вместе с Гетманом Чернецким уничтожить Запорожцев. Но он понес такие потери благодаря здесь боях за эти припятские города, что он раздосадован, что не может уже выполнить физически своих планов. Просто приказал город сжечь. Ну, в первую очередь замок ему и достал. Последнее упоминание о замке к 1676 году относится. Он уже не восстановился, поэтому то, что осталось после пожара горожане разобрали для своих нужд, для построек своих. А название осталось «Замковая гора», вот верхний, нижний замок, то есть там... То есть, получается, мазаряне в свое время задержали продвижение польских войск туда, дальше в Украину. Совершенно, наверное, получается так, да. Дальше, если посмотреть по истории, где-то после присоединения Беларуси к Российской империи, начинается относительный период затишья, а потом начало века вновь революция, одна, другая, гражданская война. Если говорить кратко, какие события наиболее значимы были в этом периоде для нашего города? В военном отношении. В военном. Значит, ну, война 1812 года, Отечественная война, Мозырь коснулась только крылом задел ее. Здесь корпус РТЛ генерал-лейтенанта располагался, магазины, то есть склады продовольственные и аммуниции располагались в Мозыре. А вот 1831 год принес уже бои, пусть и незначительные. Это было восстание. Восстание, да, которое возглавил здесь на Мозырщине Филис Кеневич, предводитель Мозырского уездного дворянства. Домик его сохранился до сих пор на территории санаторной школы-интерната. Постройки 18 века, первой половины 19 века. Вот. И в течение двух месяцев базировались отряды повстанцев в районе Михалок. Пытались захватить Мозыр, вели сначала переговоры, а потом ввязались в июне бои. Были разгромлены повстанцы. Кеневич сам бежал, шесть человек из его окружения были осуждены. Вот сам он тоже заочно осужден, стал преступником государственной второй категории, имущество его конфисковано. И после этого вот его дом был передан в ведомство учительское. Вот. И до сих пор является рассадником доброго, вечного. Интересная история бывает, поворачивается. Да. Совершенно по-иному. В 63-64 год скорее это была война здесь конфессий. Военно-действие на территории Мозырча не в своем городе и в его окрестностях. Вот. И здесь спорили, значит, православная большая церковь. То есть идеологический такой спор был. Хотя были попытки в документах это отражено, допустим, вооружение. В первую очередь учащихся гимназии, мужской гимназии нашей. Ну, в основном там учились дети шляхты, польской шляхты, вот католического вероисповедования. И некто слесарь наш, Мозырский, Высоцкий, признался, что он ремонтировал ружья для них, изготавливал ножи по заказу. Вот. Но дальше дело не пошло. Значит, наш городской глава в то время Федоров вот был впоследствии осужден. Попытка его запотакательства этим симпатизировал. Да, симпатизировал. И не принимал должных мер, по мнению начальства, вот и губернатора, к пресечению здесь попыток вот симпатизировать даже восставшим. Но он был, вернее, умер в 1864 году, фактически не дознарившись окончания прикола отсюда. А вот 1905-1917 год, что происходило в Мозыре в это время, если кратко говорить? Ну, я не могу назвать события революционные 1905-1907 годы военными событиями. Постреливали здесь? Постреливали, причем очень серьезно постреливали. Жертвы имели со стороны восставших и со стороны властей здесь. Попытка штурмом взять тюрьму, освободить политических заключенных. Прошу прощения, это там, где сейчас медвотрезвитель находится? Совершенно верно. Постройка 1904-го года, она уже в то время существовала. Ротмистр Нартов со своими жандармами здесь отстаивал эту тюрьму и склады, выражения которых находятся. Такое специфическое учреждение, такая история у здания. Да. Это отдельная история. Сюда изречицы прибыли казаки. для того, чтобы усмирить. Потому что в октябре, 17 октября 1905-го года в Мозыре была создана республика Мозырская, так называемая. Просуществовала целых 9 дней. И военную подготовку, в том числе участники рабочих дружин, проходили в Гомеле. Там такая биржа была рабочая. и учились стрелять, в том числе по-македонски из двух рук пистолеты, бомбы изготавливать самодельные и так далее. то есть, действительно, готовились... Чего можно снимать? Да, готовились очень серьезно к военным действиям, но, тем не менее, уличные бои у нас здесь были, хотя и жертвами, но непродолжительные. Вот, республика была уничтожена. Вот, ее руководители, в первую очередь, Крутиков, вот, председатель этой республики были, осужден к различным годам каторжных работ от 4 до 6 лет по специальным присутствием судебным. Ну, Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, тоже косвенно прошлась по городу. Это глубокий тыл 3-й западной армии русской был. Промышленность, в первую очередь, деревообрабатывающие предприятия, которые были здесь крупнейшие в Мозере, работала, конечно, на нужды фронта, на военные. Пищевые предприятия, в том числе, пиварин, завод тоже поставлял армию пищевые продукты. Значит, и беженцев, принимал беженцев. Вот, поэтому... То есть, полностью было военное положение. Потому что, достаточно интересная тема, историческая, всегда можно найти много интересных фактов, предмет для разговора. Однако, сейчас, позвольте прерваться на короткую рекламу, после чего мы с Александром Григорьевичем продолжим обсуждение этой темы. Оставайтесь с нами. Магазин «Мебель» предлагает еженедельно обновляемые коллекции мягкой и корпусной мебели. Спальни, детские и прихожие лучших белорусских производителей. Большой выбор, большие скидки, быстрое кредитование. Наш адрес Мозырь, Пролетарская, 87. Выставка мягкой мебели Шоссейная, 7, за автовокзалом. Телефон 37-63-84. Мы дарим нашим клиентам много приятных событий. Кредиты на любые цели до 150 миллионов рублей. Белросбанк. Компания «Кварта», лидер рекламной продукции в Полесском регионе, предлагает производство наружной интерьерной рекламы, широкоформатная печать, электронное табло, бигборды, световая реклама, вывески любой сложности, козырьки-маркизы, нанесение изображения на майки, а также изготовим остановочные пункты и множество изделий из оргстекла, ценник и держатель, номерки для гардероба и на ключ, подставки допечатной продукции, мобильных телефонов, ювелирных изделий и посуды. Профессионально и быстро. Гарантия качества. «Кварта» «Покажи себя». В гостях у «Диалога» в прямом эфире Александр Григорьевич Бобр, историк, краевед, главный специалист отдела культуры Мозорского районно-исполнительного комитета. Александр Григорьевич, тут пришли вопросы от людей, которые касаются истории Мозоря, в частности, Татьяна Вячеславовна интересуется, до какого года в Мозоре существовал женский монастырь? До 1886 года, потом указом русского тарелона был закрыт здесь. Оставалось всего пять монахин. Спасибо. Что связывает древний Мозорь с древним Овручем и Коростенем, интересуется Василий? Скорее всего, эти города вместе входили в состав Киевского княжества и в состав именно Киевского княжества входили. Но Мозорь потом передавался во владение Чернигова и Турова. Ну и, конечно же, из Овручин карьеров сюда привозили шифер, полудрагоценный камень. И у нас в Мозоре мы нашли во время археологической работы мастерскую по обработке этого шифера. Очень интересно. Это не тот шифер, который такой волнистый. Абсолютно нет. Потому что, честно говоря, ассоциация в первую очередь именно с этим. Да. Все материалы есть в Киевическом музее, можно пойти посмотреть. Там же жернова даже. делали и шифер полудрагоценного камня, чему очень удивились представители, сотрудники Эрмитажа. Неплохо жили в Мозоре они, получается. По историческим данным, в Мозоре было два замка, верхний и нижний. Почему об этом не говорят, спрашивает Виталий. Почему? Это есть описание в литературе, но, к сожалению, не археологические работы, не архивные материалы не дают точного представления, что это были за замки. Название есть, мы знаем. Но пока точно выяснить не можем. Поэтому вопрос пока остается открытым. Только предположение. Спасибо. Какое событие в истории Мозыря могло послужить сюжетом для авантюрного романа? Спрашивает Ольга Николаевна. Спасибо, Ольга Николаевна, за интересный вопрос. Может, человек действительно хочет роман написать про город? Любовь. Любовь? Любовь, да. Любовь крымского татарина, который перешел на сторону Мозырянки, полюбил Мозырянку. Это случилось. Это Ленко и Погорский. Такой, откуда пошла фамилия Ленкевича здесь на Мозырщине. Ну, по преданию. Полюбил Мозырянку, перешел на сторону, сражался уже против своих соотечественников, крымских татар. Слушайте, интересная история. Я напомню, что в гостях у нас Александр Григорьевич Бобр, историк и кровец. Сегодня мы обсуждаем военную историю Мозыря. Конечно же, не можем обойти вниманием главную тему жизни нашего города во время немецкой оккупации. Мы сняли на эту тему сюжет. Давайте посмотрим. В современной музейной экспозиции можно увидеть вот этот радиорепродуктор. И нет никакого сомнения, что именно из него в свое время прозвучала страшная весть о начале войны. 22 августа 1941 года Красная армия ставила Мозырь. Через несколько дней в городе стоял немецкий гарнизон. В декабре уже работала электростанция, больница, радиоузел, парикмахерские столовые хлебопекарня. Был избран городской голова. Казалось бы, налаживалась нормальная жизнь. Но у немецкого порядка была и обратная сторона. Первыми жертвами фашизма становились евреи. Их сгоняли в гетто. Одно из таких гетто было створено у Мозыры, у Веросни 1941 года, куда были извезены евреи не только из города, а и новокольных вёсок. В Охоле поводлена надзвучайная комиссия, якая была створена советским урадом и денничала послевоенный час, лечится, что у Мозырских и Мхета было знищено 1500 человек. Городские улицы до сих пор хранят память о расстрелах мирных жителей. Если бы дома умели говорить, они многое бы нам рассказали. Здание у меня за спиной выглядит вполне мирно. Сейчас здесь находится офис и магазин одной из мозырских фирм. А когда-то давно, в годы оккупации, мозыряне наверняка предпочитали обходить его стороной. Ведь здесь находилась тюрьма СД. Здесь было уничтожено 275 человек по обвинению в связях с партизанами и подпольщиками. С самого начала оккупации в городе действовали группы сопротивления. Распространяли фронтовые сводки, совершали диверсии и даже издавали подпольные газеты. Их печатали на этом переносном станке. В районе действовали партизанские отряды. За время оккупации было взорвано 15 эшелонов. Уничтожено около 1700 солдат противника. В январе 44-го части Красной Армии уже наступали в мозырском направлении. Военная операция вошла в историю как Калинка-Чиско-Мозырская. Во время операции Красная Армия потеряла 12 тысяч солдат. Из 18,5 тысяч жителей в городе осталось только 4700. Так для Мозыря окончилась самая масштабная война в истории человечества. Александр Григорьевич, достаточно сложное время был оккупационный период. А все-таки как Мозыряне добывали тогда свой хлеб насущный? Чем вообще жили люди? Ну вот немецкие власти предоставляли возможность зарабатывать, потому что кто не работает, тот не ест. то есть хлеб получает тот, кто работает. Ну вот как быть с немощными, с больными, с инвалидами, с стариками, это меньшей степени волновало. Как пропитать? Ну а евреи и цыган там вот этих меньшинств вообще не стали на поверхность. Как хотите, так и питайтесь. В общем, конечно, трудно было доставать. Помогали люди друг другу, как могли. Ну, что-то давала земля, огороды свои, в основном был деревянный, у каждого был огородик. Ну вот сельское население, допустим, вообще не получало продовольственных карточек, питайтесь тоже сами. Вопрос был очень трудный, жили впруглость, но тем не менее наш народ всегда, вот, и даже нашел возможность встретить с хлебом с солью наших воинов. в 2004 году во время, И угощения были неплохие, старый Новый год тоже, когда наши пришли войска сюда. То есть, кто мог, добывал себе пищу. Вот известно, что в городе действовали подпольные группы, часто подпольщики попадали в руки немцев, оказываясь, в той же самой тюрьме СД, потому что не всегда хватало у них опыта. Но находились и те, кто сотрудничал с немцами. Сейчас этот вопрос тоже активно обсуждается историками. Так все-таки все ли эти люди были предателями? Что их заставляло идти на такой шаг? Нет, нет. Например, бургомистром и помощником бургомистра у нас в городе были Критский и Моисеев. Это люди оставленные здесь. Специально оставленные, да, для организации подпольной работы. К сожалению, не очень недолго здесь, но успели кое-что сделать, и многих спасли от фашистского рабства при отъезде в Германии. Помогали легализироваться здесь нужным людям. Занимались связями между партизанами и подпольщиками здесь. То есть успели сделать очень много. В Мозырской полиции в конце 41-го, в начале 42-го года 38 человек все служило. И 18 человек обслужило тюрьму. То есть это не очень конечно большой показатель. Но были люди, которые добровольно, сознательно шли на службу к немцам. После войны их пытались вылавливать, судить. Ну это вообще известно. Но не всегда это удавалось делать. Александр Григорьевич, известно, что в Мозыре были места массовых расстрелов, и кое-где, говорят, захоронения до сих пор остались. Просто мы об этом не знаем. Какие места, какие улицы нашего города до сих пор хранят память о тех трагических событиях? Значит, ну, всем известен дом нашего речного вокзала, Советская 27А. Именно в районе, вот, где стоит сейчас этот дом, проходили мостовые расстрелы на берегу реки, прямо в воде людей расстреливали. Прибыть уносила трупы. По некоторым данным там погибло несколько сот человек, до 700 человек. Было в 41-м году расстрелено. Ну, конечно, на Саэто. Вот, на территории гетто около тысячи человек. Пять сохранений было, это уже 44-й год, после освобождения из Гуманца, была комиссия специально работала. На 17 сентября, возле Кургана Славы, все это захоронения, да, 6884 человек официально было убито. Страшное событие. Получается, что во время Нюрнбергского процесса, когда уже злодеяния фашистов были осуждены, окончательно, вроде бы расставила история все точки на и, но случается так, что историю до сих пор переоценивают. Мы попытались собрать воедино известные факты попытки переоценки истории, и вот, что у нас получилось. Давайте посмотрим. История Второй мировой напоминает одеяло, которое каждый тянет на себя. Французы предпочитают думать, что вся их страна поголовно была в движении сопротивления. Американцы уверены, что Германия была побеждена благодаря их высадке в Нормандии. А битва под Москвой, сражение под Сталинградом и штурм Берлина занимает в американских учебниках один абзац. Про американские стереотипы пропагандирует и Голливуд. Смотришь и понимаешь, без Брэда Питта войну бы не выиграли. Мы будем жестокие к немцам. И пусть наша жестокость внушает им ужас. Они познают нашу жестокость по выпотрошенным, расчлененным, обезображенным делам своих братьев, попавших к нам. И немцы задрожат от ужаса, думая о той боли, что пережили их братья от рук наших. Бывшие соседи по СССР бросаются в крайности похлеще. Виктор Ёщенко когда-то наградил званием Героя Украины посмертно Романа Шухевича, командира украинского подразделения Нахтигаль, воевавшего на стороне фашистов. Латвия и Эстония прославились маршами бывших СССовцев и судами над советскими ветеранами. В Грузии в 2009-м был взорван монумент победы. А буквально вчера в украинском Львове ветераны войны подверглись оскорблениям со стороны националистов. Историю продолжают пересматривать, переоценивать и переокраивать на свой лад. И чем дальше, тем активнее. Чем больше проходит времени, тем больше предпринимается попыток пересмотра истории Второй мировой войны. При этом роль советских солдат, в том числе белорусов, в освобождении Европы от фашизма сознательно преуменьшается. Однако у нас есть самый веский аргумент. Это братские могилы на пути от Москвы и Сталинграда до самого Берлина. Александр Игоревич, вам приходилось лично сталкиваться с фактами, с попытками переоценить, пересмотреть результаты Второй мировой войны? И как вы считаете, чем они мотивированы? Конечно, приходилось. Конечно, приходилось. Но дело в том, что это не оригинал, не оригинальное действие. Всегда историю пытались превратить в служанку политики. Это чисто политическое действие. Конъюнктурщина сплошная, которая ничего не имеет общего с историей. Ничего. А почему-то в Украине сейчас, в Прибалтике возникают такие настроения, когда наших советских ветеранов войны почему-то приравняли к военным преступникам. Они же считают, что советская армия это оккупационная армия. То есть СССР, бывший СССР оккупировал, захватил землю Прибалтов. То есть это опять-таки попытка фальсифицировать историю. Потому что многие документы и факты часто говорят об обратном. Но здесь это... Хорошо. Где нам тогда искать правду о войне? Сейчас, когда уже все меньше становится ветеранов, свидетель тех событий. Нужно искать в архивах. Вот они сейчас открываются все. И эта мозаика, полная картина тех событий складывается постепенно. Годами, десятилетиями, а может быть даже и столетиями. Потому что многие, особенно военные документы, они секретные. И раскрываются только через много лет. Поэтому вот в связи, в общей связи может быть составлена эта история. Сейчас, к сожалению, этого пока не наблюдается. Ну что ж, будем надеяться, что когда-нибудь будущее поколение это сделает. Александр Григорьевич, осталось немножко времени давать ответить на вопрос о телезрителей. Сколько жителей было в городе в период оккупации, интересуется Ольга? В 1940 году по переписи 40-го года 18,5 тысячи было в областном центре Полесье. И после освобождения города 4,7 тысячи Приблизительно, ну где-то в районе 6,5-6 тысяч постоянно. А как произошло название Мозыря, интересуется Мария? Объемный вопрос такой. Да, это очень долгий вопрос, начиная от легенды и только научных версий 5. Это долго рассказывать, но я вам скажу ту версию, которая мне больше все нравится, она попахивает романтикой. От древнего скандинавского слова Масур, что в периоде означает клён. То есть это город под клёнами. Красивая версия, действительно. Откуда гость брал исторические данные для книги о Мозыре и будет ли выпущена вторая часть? Интересуется Татьяна Вячеславовна. А действительно, откуда вы брали данные? Архивы. То есть архивы? Да. Ну, свидетельских показаний уже не было, потому что я написал первую часть дореволюционную. Были, я знал людей, которые, это очень мало. В основном, это архивные данные, которые собирают десятками лет. Вот. Вторая часть уже, ну, часть написана 1944 года по 1984, уже в трёхтомнике звено между войнами, гражданскими, гражданской войной и Великой Отечественной войной. Она практически готова. Делала замалку и спонсор. Мы не ждать. Мы не обязательно найдётся делать хорошее. Александр Игоревич, большое спасибо за интересный рассказ. Пожалуйста, пожалуйте что-нибудь хорошее нашим телезрителям, как раз. Вчера был День Победы, есть хороший повод. Пожалуйста. Дорогие Мозыряне, я хочу вам пожелать никогда не знать войны. Чтобы над вами было вот такое хорошее, чистое, синее небо. Чтобы те поколения военные, вот к которому отношусь и я, могли только по рассказам или по исторической литературе ознакомить вас с этими событиями. Война – это страшная вещь. Не дай Бог узнать её нам снова. Спасибо, Александр Григорьевич. Напоминаю, что у нас в гостях был Александр Григорьевич Бобр, историк и краевед. Я присоединяюсь с пожеланием. Также хотелось бы выразить благодарность сотрудникам руководства Мозырского объединённого краеведческого музея за большую помощь в организации съёмок сюжетов. Желаю всем здоровья, мирного неба над головой, большого-большого светлого счастья. До свидания, до следующего вторника. Субтитры создавал DimaTorzok